Здравствуйте, друзья! Музыкальная жизнь, журнал от 89-го года. Интересная статья о рок-музыке, которая стала стремительными темпами развиваться у нас с начала 80-х годов, ну и до нынешнего времени вроде как бы развивается, несмотря ни на что. Статья 89-го года, в которой мы сейчас проследим, кто же у нас самый был популярный к 89-му году из рок-групп по тиражам пластинок, то бишь, как говорится. В начале статьи тут идет билетристика сплошная, что в стране семимильными шагами развивается то, развивается это и так далее, и так далее. Тут, значит, пророк начали, но ни к селу, ни к городу вспомнили Высоцкого, ничего не имею против, но просто смысл какой. Ну, короче, поехали. Пластинки долгожданной серии на концертах Владимира Высоцкого удержали первые места весь 1988 год. Если бы они были выпущены раньше, то не составили бы конкуренции молодым исполнителям, новым коллективам. Более логичным выглядит опрос в рамках одного жанра, или хотя бы близких по жанру музыкальных произведений. Ага, тут они извинились, понятно. Например, рок и поп музыки, между которыми часто трудно провести грань. За последние 2-3 года выпущено большое количество пластинок советских групп, начинающих свою деятельность, так и коллективов со стажем. Причем продолжительный концертный опыт не всегда является главным признаком, определяющим общий тираж той или иной пластинки. Если первоначальный тираж записи какого-нибудь опробированного коллектива может быть и выше среднего, то все повторные тиражи, а их столько, сколько поступает заявок из всех торгующих громпластинками организации, зависит только от одного – популярности музыкантов. Количество проданных дисков – это тоже своеобразный парад популярности, в котором элемент случайности сведен к минимуму. Тираж любой пластинки всегда можно довести до уровня полного удовлетворения спроса. Попробуем сопоставить количество проданных за 3 года с 85 по 88 пластинок различных коллективов и музыкантов и определив популярность без скидок на неполноту охвата или доступность тех или иных произведений. По количеству наименований выпущенных альбомов первое место занимает руководитель Московского рок-клуба, член Союза композиторов СССР Александр Градский. У него вышло за это время около 10 пластинок, 8 вокальных сюит, опера-стадион, балет по мотивам книги «Джунгли Киплинга». Только тираж оперы разошелся в 85-86 годах и достиг внушительной цифры 378 764 штуки. Каждая последующая пластинка пользовалась уже меньшим спросом, чем предыдущая. Звезда полей, например, собрала заявки только на 124 320 экземпляров. Затем тиражи пластинок Градского установились в пределах десятков тысяч. Утопия А.Г. 20 660. Размышления Шута 33 310. Вообще, закономерность снижения спроса от первой ко всем последующим пластинкам прослеживается у всех без исключения групп и всех исполнителей. Вероятно, это необходимо учитывать самим музыкантам при определении минимальных промежутков времени между выпусками очередных альбомов. Если в продаже находятся одновременно две пластинки одной и той же группы, то все они, как правило, набирают тот же тираж, что и одна пластинка. Хотя, казалось бы, те, кто приобрел одну пластинку, приобретут и все последующие. Абсолютным лидером в рассматриваемый период стал первый диск машины времени в добрый час. В течение почти двух лет, с конца 1986 до середины 1988 года, было отпечатано 2 418 830 штук. Такой успех понятен. Группа существует с 1969 года, но только спустя 17 лет слушателям удалось приобрести первую пластинку. И хотя по своим художественным достоинствам она уступает другим альбомам машины временными, именно первый диск оказался самым популярным среди всех пластинок. Двойной альбом «Реки и мосты» появился в начале 1987 года и пластинка 10 лет спустя, конец 1987 года, только вместе дотянули до двух миллионов. В среднем каждая из них нашла по миллиону покупателей. Общий тираж дисков одной или самых старых советских рок-групп превысил 4 миллиона. Это рекордный результат. Рядом с первым диском машины времени неожиданно оказалась пластинка группы «Форум». С середины 1987 до середины 1988 было продано 2,5 миллиона штук. Возможно, в этом случае большую роль сыграло радио и телевидение. Клип с песней «Белая ночь» в исполнении Салтыкова не раз появлялся на всесоюзном экране. Включался в утреннюю почту, песня звучала на радио. И хотя у бывшего вокально-инструментального ансамбля под руководством Морозова не было такой популярности, как у «Машины времени», тем не менее пластинка «Белая ночь» стала конкурентом дебютной записи группы Макаревича. Десятки советских рок-групп по популярности у покупателей тоже разделились на три категории. В первую попадут те, тиражи которых превысили миллион штук. Во вторую те, что находятся в пределах сотен тысяч и последние меньше ста тысяч. Лидером в первой группе стала пластинка «Переступи порог» группы «Черный кофе». Металлическая группа – пластинка, которая тиражировалась с конца 1987 до середины 1988 года. Стала самой популярной, очевидно, из-за дискуссий, острой полемики, развернувшейся вокруг хэви-метал на страницах различных газет и журналов. Тираж 1 миллион 394 тысячи 970 был достигнут на пике интереса к новому для нас стилю. Да, возможно, благодаря коммерческой направленности группы Варшавского и их художественного вдохновителя Мелик Пашаева, пластинка «Переступи порог» обошла появившуюся чуть раньше пластинку группы «Круиз», «Круиз-1», 1987 год. В нашем списке она на шестом месте. Тираж 1 миллион 80 штук. Хотя по мастерству техники игры, особенно гитаристы Гайны, «Круиз» сильнее кофе. Первая пластинка с песнями Гребенщикова появилась в начале 1987 года, а заявки на нее продолжали поступать в течение еще полутора лет. Тираж ее составил 1 миллион 358 тысяч экземпляров. Вышедшая в конце того же года пластинка с музыкой из фильма «Асса», большую часть которой также составляли песни «Аквариума», альбом «Радио Африка» 1988 год и «Равноденствие» середины 1988 не достигли тиража первой пластинки. Но на них еще продолжают поступать заявки и пока еще рано выводить окончательную цифру. Уже сейчас ясно, что «Аквариум» еще долгое время будет удерживать первые места по продаже пластинок, о чем можно судить и по количеству разошедшихся миньонов. Два из них составлены из песен «Радио Африка» и один самостоятельный «Жажда». Общий тираж записей Гребенщикова превысил черный кофе, но каждая в отдельности, даже самая первая, не затянула до переступи порог. Еще одна группа, давно выступающая на концертных площадках, оказалась в лидерах. Это «Диалог», чья пластинка, просто появившаяся в конце 1985 года, разошлась миллионным тиражом. 1 329 680. Следующая пластинка группы «Ночной дождь» не затянула до 1 994 290. Немаловажно, что «Просто» вышла еще до первых дисков машины времени и аквариума и представляла советский рок без его самых популярных коллективов, что, конечно, не смогло не сказаться на тираже. В конце первой группы пластинок находится бит-квартет «Секрет» 1 279 540. Это ленинградский коллектив, делающий ставку на яркое костюмированное шоу, не мог не попасть в число самых популярных, так как у него немного конкурентов. Кроме того, реклама на телевидении Максим Леонидов ведет популярную музыкальную передачу «Кружатся диски», участие в видеофильме «Как стать звездой» обеспечили успех у публики. Из пластинок, чей тираж перевалил за миллион, следует назвать и «Панорама 86», которая представляла в громзаписи один из первых всесоюзных рок-форумов. Нетрудно заметить, что в высшую миллионную группу попали только первые пластинки коллективов, открывавших слушателям новые стили или направления. Новизна, необычность, снятие запретов сыграло существенную роль. Художественные критерии, музыкальные достоинства были далеко не самым главным фактором. Супер тиражи – привилегии, сенсации и открытий. Правильно. В среднюю группу тиражей в сотни тысяч попали многие вторые и третьи пластинки коллективов из высшей группы, а также те, что начали выходить со второго квартала 88-го года. Это, прежде всего, записи музыкантов Ленинградского рок-клуба, «Странные игры», «Алиса», «Кино», «Зоопарк», «Телевизор». С большой долей вероятности можно утверждать, что уже к концу 88-го года картина будет совершенно иной. Многие из этих групп по тиражам пластинок догонят, а может быть и перегонят коллективы из первой группы. Среди пластинок, чьи тиражи уже разошлись в том списке, на первом месте стоит автограф. За два года продано 986 тысяч 480 штук. На последнем мы желаем счастья вам. Группа Стаса Намина разошлась 183 тысячи 270 двойных альбомов. Ну, провал, надо сказать. Обе группы давно сложившиеся, отстоявшиеся, со своим характерным приемом игры, своими слушателями. Вообще, для коллективов средней группы характерна стабильность, четкая ориентация на определенные эстетические запросы публики. В этом смысле иерархическая лесенка популярности групп, следующих за автографом. «Браво», «Земляне», «Рондо», «Пикник», «Август», «Мозаика», «Рок-ателье», «Аттракцион наглядно». Коллективы очень разные по своим творческим устремлениям, каждый из которых имеет собственное лицо, оказались сопоставимы по отношению к ним слушателям. И хотя количество проданных пластинок не может служить показателем мастерства или профессионализма, оно свидетельствует о точности попадания в перспективах дальнейшего продвижения по избранному пути. В третью категорию по тиражам выпущенных пластинок в пределах десятков тысяч попали коллективы, чья музыка ориентирована на любителей и знатоков жанра. Прежде всего, это ансамбли из Прибалтики. Эстонская группа набрала чуть больше ста тысяч. Но логически она привыкает к таким коллективам, как «Рок-ателье» с «Ива Линна», а также группам из Латвии, вошедшим в сборник «Микрофон-86». Пластинка «Мой мир» Рижской группы «Эолика Запис», литовской группы «Антис», «Сбордик», «Эстонские популярные ансамбли», «Седьмой выпуск», а также «Ливы», «Руя». Это все оригинальные коллективы, к сожалению, недостаточно известные союзному слушателю. Странно, но даже в московских магазинах эти пластинки встретишь нечасто. Хотя некоторые музыканты из Прибалтики могли бы поспорить с самыми популярными столичными группами. В эту же категорию попали пластинки синтез группы «Гранова» и дуэт электронной музыки «Новая коллекция». Но тираж еще не окончательный, так что возможны изменения. Как любой хит-парад, этот список популярности отражает лишь состояние на данный момент. Это временной срез. У многих групп есть шанс завоевать большую популярность, особенно у молодых, чей творческий потенциал далеко еще не исчерпан. Вот такая статья 89-го года, ребята. Спасибо за внимание. Пока!